Спасибо Софико, спасибо вам всем, что вы сидели здесь. Я действительно безумно счастлива, что при этом господин Шрайвера в России принялся повод рассказать нашей стране о движении специальной Олимпиады, его миссии, его атлетах. Никто не сказал удивительно, но это всемирная организация, в которой больше стран участвуют, чем, например, в Олимпийских и Паралимпийских играх или ООН. Хороший факт. Последние пять лет я все равно погружаюсь в работу этой организации, побывав на Европейских и Питерных играх в Бельгии, на Всемирных играх в Лос-Анджелесе, на запуске программы «Молодой атлет во Франции» и многих других событий в специальной Олимпиаде. Везде я видела, как через спорт эта организация меняет жизнь каждого из атлетов, тех, кто звонит в поле и на стадионе, дома, если мы говорим о молодом атлете, того, кто держит их за руку в этот момент. Это, безусловно, мероприятие, которое они запомнят на всю жизнь, которое навсегда останется в их сознании как самый большой праздник. Событие, которое покажет им, что у них больше сход с этим миром и всеми намечем различий. И это время, когда они действительно на вершине Олимпа, когда они главные и когда они равны. Как уже говорил Тимати. Но, кроме этого, для многих из этих атлетов соревнования в специальной Олимпиаде – это единственная возможность за счет программы «Здоровый атлет» пройти жизненно важные медицинские осмотры и получить бесплатные консультации врачей. Я тоже сама это видела, это действительно очень важно. Не все люди с особенностями, не у всех у них есть доступ к этому до себя на родине, откуда они приехали на соревнования. Когда я первый раз примерно 5 лет назад узнала о существовании этой организации, то сначала я, конечно, очень обрадовалась к самому факту ее существования и тому, что российская сборная – самое многочисленное, оказывается, результативное в мире. Но у меня тут же возник вопрос. Почему не я, не те, с кем я работаю в сфере инклюзии, не слышали об этой организации здесь, в России? Почему же подавляющее большинство россиян вообще узнают об этой организации после сегодняшнего дня? А происходит это потому, и нам это очень хорошо известно, что специальные оппиаты России до сегодняшнего дня охватывали детей и людей, находящихся в основном только в закрытых учреждениях. Там, куда принято отправлять людей с нарушениями развития сегодня. И мы все знаем, что условия проживания в этих учреждениях – за крайнюю добра и зла. Их жизнь скрыта от нас, а значит, и скрыты их успехи и достижения. Возможно, соревнования и специальные олимпиады, спорт – это единственная возможность для этих людей надолго вырваться из закрытых стен, почувствовать себя свободными и частью одной большой семьи. Нам надо реформировать интернаты, делать их открытым волонтерским движением, общественным организациям, семьям, детьми, чтобы там создавалась инклюзивная среда. В специальной олимпиаде все связано с инклюзивностью. Например, те счастливчики-атлеты, которые уже представляли Россию на играх, катер, подтвердили, если это правда, знакомы с программой Unified Sport. Да. Объединенный спорт, правильно? Да, да. Вот, я расскажу, мы сегодня играли в футбол, я не играла, на каблуках. Но в смешанных командах соревнуются как атлеты специальной олимпиады, так и приглашенные, например, в номинитости или просто фанаты этой организации. Мы все знаем, что противоположность интернату – это семья. И единственная возможность сохранить детей в семьях – это дать родителям поддержку и возможность для реализации их ребенка. В мире специальная олимпиада – это один из широчайших каналов распространения таких возможностей. И в будущем мы надеемся, что специальная олимпиада здесь, в России, привьет опыт своих международных коллег. Мы видим, как фонд «Отложенные сердца» может содействовать с этим. И очень надеемся, что вы, Юрий Валентинович, и как представитель нового, вы новое руководство специальной олимпиады здесь, в России, и что вы примете нашу помощь, наш опыт в более широком внедрении активности специальной олимпиады, организации доступа сильным, воспитывающим детей с особенностями развития. Конечно, мы все понимаем, что идея инклюзии только началась развитие в России. И, наблюдая за движением специальной олимпиады в мире, я могу сказать, что предупреждений и преград хватает везде. При этом в каждом государстве, где проходят мировые игры, как, например, эти весны в Африке, не только уровень внимания к людям с особенностями колоссально вырастает, но и происходят конкретные действия и изменения в отношении к таким людям в обществе, о чем говорил Тим. В развитии движения здесь, в России, предстоит многое. Но я верю, это мое мнение, что если бы мировые игры прошли в нашей бесстептименной стране, то ожидаемые нами изменения в обществе произошли бы гораздо скорее. Еще раз.